Веркатурья Евгения Тупицына 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 Один из этих материалов я сейчас озвучу Итак, топливо используется в зависимости от температуры наружного воздуха В теплый период отопительного сезона дрова, в холодный уголь Как уголь? А жители химзавода ни разу не видели уголь Угля не привозили Уралтек топит у нас в прошлую зиму топили И в этом году угля не привозили ни разу В прошлый год возили все отходы А нынче изредка возят кругляк А топят в основном отходами Угля не привозили ни разу Местные жители микрорайона утверждают, что к их местной котельной ни разу не подвозили уголь Что котельная отапливается древесными отходами Это горбыль, срезка И в последнее время стали подвозить дрова-долготье Я решил отправиться к местной котельной Чтобы посмотреть, есть ли там уголь или какие-нибудь признаки Которые бы указывали, что уголь там был И вот я нахожусь возле котельной Рядом с котельной лежат дрова-долготье Древесные отходы и опилки Угля или следов, говорящих о том, что уголь здесь был, я не увидел Я продолжил дальше опрашивать местных жителей Дрова отходы везли, а сейчас появляется дрова Ну это последнее время, а то в основном отходы везли Деревянные, они их на свалку спела возили А сейчас туда везут, не знаю, за сколько они их покупают Ну раньше Ну то есть уголь ни разу не видели здесь А? Уголь ни разу не видели здесь О, нет, не надо Так и там видно, наверное, что угля-то не было В общем, я просил множество людей И никто из них не видел, чтобы уголь подвозили котельной Вместо и газете «Новая жизнь» в статье «Половина пенсии за отопление» указана информация, которая требует тщательного изучения С этой информацией вы можете ознакомиться самостоятельно, пройдя по ссылке, которую я размещу под видео А сейчас я постараюсь кратко подвести итоги вот по этой котельной, которая отапливает микрорайон «Химзавод» Если отталкиваться от опубликованной информации в газете «Новая жизнь» То можно сделать предположение, что по документам, возможно, котельная отапливается углем, то есть дорогим сырьем А в реальности отапливается дешевым сырьем, древесными отходами и немного дровами-долготьем Это если верить уже местным жителям, которым, к примеру, я верю И в результате все это сказывается на высокий тариф А ведь у нас в городе Верхотурья вроде бы около 10 котельных отапливаются древесиной И ведь по этим котельным тоже нужно разбираться, ведь и там тоже тариф очень высокий На этом я заканчиваю свой репортаж, большое спасибо за внимание, всем пока!